Всем привет! С вами Электрошаман. Сегодня у меня очень краткий обзор новой серии АББ-шных щитов Comfortline. На примере щита Comfortline серии Compact CA с монтажной панелью для мультимедиа и слаботочки. Немножко заапгрыженный, чтобы туда влез огромный бесперебойник. Так заказчик попросил, и мы с ним как раз взяли самый интересный щит, про который можно рассказать. Напоминаю, вот, грожу строго пальчиком, что в описании видео будет ссылка на пост, в котором будет все расписано подробно. Будет ссылка на каталог, будут макросъемки всяких там интересных моментов в этом щите, всех креплений с указанием, как их отверточкой отщелкивать. На видео я просто болтаю и показываю такой некий абстрактный результат, где тыкаю не отверточкой, я не снимаю качественно, а просто показываю общий принцип. Что вот здесь так, вот здесь так, вот здесь это. Итак, поехали. Вводная информация. Значит, с августа 2020 года серия AT-U и серии B все, deleted. Больше их не будет, они сняты с производства, замены на вот эти новые серии. Что изменилось? Вместо AT-шек теперь у нас есть шкафы серии Comfortline CA. Значит, самый кайф в том, я прям показываю, даже чтобы не вставлять картинки, а скриншоты с каталога. Самый кайф в том, что теперь все наши старые, так сказать, AT-шки расширили до охренительных высот. И смотрите, что у нас есть. У нас может быть высота теперь в 8 реек и ширина аж до 3 реек. То есть, если раньше у нас самый большой щит был AT-63, то теперь у нас может быть щит AT-83. Это охренеть как круто. Значит, самое неприятное то, что у вас может быть, и то, что вам может быть неприятно, то, что глубина у нового аналога AT-шек стала не 140 мм, как была, а 160. Но за счет этого там появилось офигеть сколько свободного места, и теперь они все собираются на красных стойках, так же, как вот большие VR-рамы и другие щиты. То есть, прощайте вот эти все нищебродские рейки, зелененькие, зелененькие стоечки, и теперь рейки будут всегда вот такие вот жирные, толстые, как для полноценной системы CombiLine. Это очень круто, потому что благодаря этому ABB-шники избавляются от поперечных противных профилей, которые в щитах шириной две панели шли вот так вот вертикально поперек и мешали прокладывать провода. Далее. Серия U осталась пока как была. Она имеет ту же самую глубину в 120 мм для встройки и те же самые примерно размеры. Далее. Это мой черновой каталог, распечатанный на всяких огрызках. Я жду сейчас нормальную печатную версию нового каталога. PDF у меня уже есть. Значит, ушки остались как были, и теперь вместо старых B-шек у нас есть теперь Comfortline B. В B-шках изменилось следующее. Вот эта задняя стенка, я ни одного еще не собирал, задняя стенка стала теперь полностью металлическая. И у B-шек новых теперь появилась рамка для встроенного монтажа. То есть, теперь не надо мучиться как с этой B-шкой, как ее повесить. Вот здесь вот я листаю так просто распечатку задумчиво. Есть куча разных аксессуаров. Еще то, что изменилось в новых шкафах, теперь появилось охренительное количество дверей. Теперь есть двери с прозрачным оргстеклом. Есть двери с отверстиями для вентиляции. Есть двери с отверстиями для вентиляции. И радиопрозрачной вставкой для того, чтобы Wi-Fi роутеры можно было сюда запихивать. Ну, фактически, это тоже матовое оргстекло, и мы сегодня это увидим. Вот. Я не ожидал, что я покажу каталог, но так получилось. Значит, все щиты поставляются в картонной коробке. Ничего, в принципе, не изменилось. Все те же надписи остались на английском. Что немедленно проверяйте содержимое коробки, как только вы его получили. Не давите никуда, храните в сухом месте. Ну, а сзади коробки, я прямо так вот ее одной рукой верчу, как обычно показано, что вот это вот у нас условный низ. И перемещать все это дело надо на тележке и не бить, не рвать. Значит, когда получаете от поставщика, проверяйте все. Потому что у меня бывают вот такие сюрпризы у моего поставщика, и вы тоже знаете, как он чудит. Бывают вот такие сюрпризы. Но в данном случае все чисто и все хорошо. Коробку мы с вами убираем. А теперь взглянем на щит спереди без коробки. Я его специально развернул так, чтобы можно вам было показать. Значит, в данном случае у нас как раз этот щит с правой половиной для слаботочки, левой половиной для силовой части. И поэтому мы заказали дверь с радиопрозрачной вставкой для Wi-Fi, как она значится в каталоге, и с вентиляционными отверстиями. Вообще, двери с вентиляционными отверстиями мне сразу понравились. Потому что я же в щиты пихаю всякие пылка. О, привет! И поэтому очень здорово, что теперь шкаф может охлаждаться. Ну, как-то конвекционным способом. Значит, двери, как я уже говорил, они имеют четыре варианта. Или сколько? Пять. Обычная металлическая белая дверь. Дверь с прозрачным оргстеклом. С прозрачным оргстеклом. Дверь с вентиляционными отверстиями без всего. И дверь с вентиляционными отверстиями. И с матовым оргстеклом. Вот в данном случае оно молочное. Закрыто защитной пленкой, которая немножко уже поматывает. Но это мы потом аккуратно прикроем. Далее. Что еще изменилось? Значит, корпуса стали более прочными. Хрен они теперь играют. Жесткость повысилась. Значит, корпус теперь имеет сменные фланцы для ввода кабелей. Они очень похожи на фланцы от шкафов Twinline. Вот такой фланец. Вот видно, что он немножко шевелится. Шевелится он потому, что у этих корпусов степень пылевлагозащиты ниже, чем у Twinline шкафов. Поэтому они здесь просто защелкиваются. Значит, есть фланцы, в которых можно прям прокалывать отверстия, так же, как в Twinline. И очень плотно и хорошо заводить и закреплять кабель. С одной стороны щит комплектуется такими фланцами. С другой стороны щит комплектуется просто пластмассовыми фланцами. Сейчас я вам его немножко поверну. Просто пластмассовые фланцы, которые можно выбить, выломать и поставить сюда какие-то другие фланцы, если вы хотите. Их можно посмотреть по каталогу. Напоминаю, что ссылка на мой пост про эти шкафы будет в описании видео. И там будет каталог. Дальше. Что еще изменилось? Изменился замок двери. Он стал более теперь аккуратный, более юзер-френдли. Более стильный, наверное, так это можно сказать. Ну, просто стал выглядеть более-менее красиво. Правда, ну, есть стильные точечки, но, как показывает практика, что от постоянного открывания и закрывания руками даже в чистом доме и в чистой квартире рано или поздно сюда забивается грязь. Ну, будьте к этому готовы. Либо в случае чего вас может спасти из пропиловый спирт, который очень хорошо очищает всякие загрязнения с пластикой. Содержится во всех этих влажных салфетках для бытовой техники и влажных салфетках для экрана. Идем далее. Значит, далее тут у меня немножко все проапгрейджено. И я даже не знаю, как вам показать. Покажу кратко. Значит, замок у двери стал теперь с трехточечным запиранием. То есть запирается он теперь у нас посередине и сверху, и снизу. Дальше. Теперь у двери появилась только одна петля с рычажком для отщелкивания, чтобы дверь можно было снять. То есть она всегда стоит с одной стороны. У раньше у АТ-шек ушек были такие петли с двух сторон. Точно так же, как в АТ-шках и ушках старых, дверь можно перевешивать в любую сторону открывания. Это совершенно без разницы, это ни на что не влияет. Мы оставим заказчикам так, чтобы у нас она открывалась справа. Но хотя, если он захочет, в будущем он ее легко может сам перевернуть, как ему удобно. Это не зависит от внутренности щита. Далее. Появилась интересная фишка у петель. Я еще не научился ей пользоваться, поэтому опять показываю принцип. Около каждой петли есть регулировочное колесико, которое позволяет выставить петлю вот в этом положении. То есть вы можете, если у вас дверь почему-то перекосила, и она у вас грустно закрывается с перекосом, например, вниз, очень грустно вот так вот наезжает, вы можете подкрутить эту петлю и подладить ее так, чтобы она закрывалась у вас ровно. Это очень круто, это мне очень нравится. Идем далее. Значит, дверь съемная, как я говорил. Вот она, эта самая прозрачная вставка для Wi-Fi. Дверь мы снимать пока не будем. Сейчас мы заглянем во внутренний мир щита. Я тут немножко приготовил роутер, который мне, наконец-то, один из моих заказчиков подарил и сказал, твою мать, ну вот возьми хоть такой, может быть, когда-нибудь ты для гостей хотя бы Wi-Fi будешь делать. Я говорю, отлично, я буду его в розетку включать, и Wi-Fi временно включать, если ко мне кто приезжает, он кому-то нужен. В общем, у нас есть отличный образец для того, чтобы все пощупать. С этими монтажными панелями для слаботочки вы знакомы по серии УК-600, которая тоже обновилась. Значит, что у нас есть внутри? Но если смеяться, то у нас появилась теперь красная вот такая вставочка прикольная, типа АББ же. Значит, данный фит содержит в себе правую половину для слаботочки, которую я немножко подразобрал, потому что мне нужно установить огромный кирпич без перебойника. Слева содержит обычную силовую часть. Напоминаю, что все подробнейшие фотографии и даже самой процесса вот этой установки роутера и прочего будут на блоге. Читайте, пожалуйста, блог. Здесь у нас болтология. Значит, что у нас есть? Здесь все осталось как обычно. Эти щиты штатно укомплектовываются пластронами с расстоянием 125 мм. Со 150 они также заказные. Ну, ах да, я забыл самое главное, но вот как я и говорил, сумбурное видео у нас просто болтология. Я забыл самое главное, что все вот эти щиты теперь еще доступны для заказа в пустом варианте. Без вот этой всей трифлы несчастной. То есть вы можете заказать себе совершенно пустой щит, так же, как мы делаем со шкафами типа Twinline, вон он тут у нас притулился, и набить его чем вы хотите, в том числе пластронами с расстоянием 150 мм. Я люблю 150 мм, потому что вот как это выглядит на примере этого пластрона. Вот 125 мм, слева мы держим, вот 150 мм. Между рейками расстояние такое, что можно туда засунуть руку и что-то там шарудить. Это очень клево. Идем далее. Пластрон мы с вами сняли. Так как у нас щит содержит отсек для слаботочки, то он комплектуется штатной защитной перегородкой. Я их никогда не заказывал и не использовал в своих щитах, потому что, если ее использовать, надо тогда ее будет стачивать, как они вот здесь вот сделали в конце, для того, чтобы была возможность вот эти профили жестко соединить между собой в единую раму. В данном щите мы оставляем две половинки отдельно, то есть заказчик может снять эту или эту, а в больших щитах мы все это дело соединяем при помощи соединителей ZX66P4. Вот они. Чтобы у нас была единая рама. Значит, перегородка устанавливается вот в эти вот пазы. Вот она так хорошо выщелкивается и защелкивается. Поэтому, собственно, это и был ответ на вопрос, а какой стороной ставить вот эти вот стоечки. Пазиком туда или пазиком туда? Пазиком наружу. Перегородку пока мы уберем, чтобы она нам просто не мешалась. Значит, кое-что я тут подразобрал, чтобы вам можно было показать. Что изменилось дальше? Ну, вот хорошо видно, что фланцы у нас отщелкиваются. Вот есть защелочки, которые можно пощелкать и вынуть этот фланец. Значит, еще у них изменился держатель шинок. Аллилуйя! Теперь держатель шинок двойной. Я вам сейчас одной рукой все это продемонстрирую. Значит, вставляется он вот в эти пазы. Очень-очень-очень плотно, поэтому я его сейчас до конца не буду вставлять, потому что мне его пришлось вытаскивать при помощи отвертки. Значит, точно так же, как в старых держателях шинок, здесь есть вот такая защелка. Вот она, я ее шевелю с обратной стороны. Вот она. На нее нужно нажать и потянуть держатель на себя. Сам держатель вынимается вот таким вот образом. У них просто прям идеальнейшее 3D-проектирование литья, чтобы стойке он не мешал. То есть мы его заносим за стойки, продвигаем сюда и затихиваем вот эти вот пазы. Но и самое главное, что теперь у держателя есть возможность напихать сюда второй ряд держателя для шинок. Причем сюда прекраснейшим образом, я сейчас продемонстрирую вам это одной рукой, сюда прекраснейшим образом подходит держатель от старого держателя, я даже не помню, как он назывался, ЗК-13, по-моему, для старой серии АТУ. Вот вы знаете, что когда вы собираете щиты на клеммах, я это дело все выбрасываю, и вы тоже это выбрасываете. У меня этих шинок целая коробка, я не знаю, куда их девать, но теперь знаю, куда. Если все это дело разбирается, разобрать это все дело, разбираем, то вот этот вот, тот же самый держатель шинок, отлично, одевается у нас вот на эти вот крепления. И в итоге мы с вами получаем двухуровневую шинку с каждой стороны. То есть теперь что мы имеем? Здесь можно поставить два держателя шинок, здесь два держателя шинок, ну и, конечно же, здесь и здесь. Поэтому теперь отбоя от шинок у вас не будет. Можно сказать, с шинками вы можете завалить теперь весь щит. Но напоминаю, что все это дело идет с пружинными шинками, которые достаточно спорны, потому что вот сейчас мы держатель не задвинули, но эти пружинные шинки явно мешают модульке. Причем не забывайте о том, что у нас здесь с вами сейчас 125 миллиметров, и поэтому у 125 миллиметровых пластронов с одного края расстояние больше, чем у 150 миллиметровых. То есть если мы берем 150 миллиметров, у нас с каждого края расстояние одинаковое, с каждого края расстояние одинаковое, и все вот эти рейки стоят равномерно. А здесь мы можем видеть, что вот у нас стойка, я прям прикладываю, и вот у нас рейка смещена. А с другой стороны пластрона, вот у нас стойка и рейка тоже смещена. Вот так. Поэтому спорный вопрос насчет пружинных шинок. Вы знаете, что я их выкидываю, вот я говорил, у меня их целая коробка, кому надо, наверное, обращайтесь, я вам, не знаю, по 100-200 рублей за шинку их продам, и я ставлю сюда винтовые шинки, которые показывают себя лучше в плане компактности. Вот, разобрались с держателем, отложили его пока в сторонку. Далее, значит, они сделали пластмассовые защелки, для того, чтобы удобно было снимать, удобно было снимать, отвинчивать и устанавливать сами EDF профиля. Значит, у меня сейчас все освобождено, я сейчас вам это продемонстрирую. Значит, этот вопрос, про него уже существуют отзывы, что оно вроде как спорно, что это вроде как непрочно, плохо и некрасиво, не брутально, но обратите внимание, значит, да, все то же самое, для того, чтобы мы могли изолировать вот это вот железо, от вот этого вот железа, и все полностью изолировать, мы используем, точнее АББшники используют, а мы обсуждаем, те же самые гайки, вставленные в пластиковые крепления. Но если в АТУ, и у меня были такие фотки, и в посте я их постараюсь найти и вставить, в АТУ это все держалось на хлипеньком пластике, который выламывалось, и вот у меня был щит в Иркутск с термозащитой, и его разломали, потому что просто грохнули. Здесь это, во-первых, сделано прочно, во-вторых, ну да, во-первых, и во-вторых, оно сделано прочно и все усилено, во-вторых, есть вот такие вот защёлки, которые призваны упростить монтаж всей нашей съёмной рамы. То есть предполагается, что мы её вот так вот взяли, накинули сюда, и она никуда не девается. Да, это правда, это работает. То есть вот, смотрите, я могу сейчас взять эту раму и плавно, не дёргая, поднять за неё щит. Воу! Вот так. Так, что ещё надо сказать? Значит, нюансы, которые я могу забыть. Первое. Ну, вы видите, толстые рейки и красные стойки. Всё теперь у нас в фаталити-бруталити. Теперь под рейкой у нас есть очень много расстояния. Все фотки тоже будут, но рулеточку я вам сейчас приложу. Вот. Мы можем наблюдать, что у нас от нижнего края профиля до задней стенки шкафа у нас 20 мм, и от верхней кромки единрейки до задней стенки шкафа у нас примерно 55 мм. Ну, можно считать, что 50. Ну, а до верхнего края профиля у нас 40 мм. То есть, если мы используем какую-нибудь монтажную панель, вот, то мы можем знать, что если мы возьмём кусок пластика, железки, стеклотекстолита, и положим их, закрепим их сверху на профиле, то у нас сзади будет ровно 40 мм. Ну, можно сказать, что 35 запасов. Эта штука, эта особенность этих шкафов позволяет использовать наше любимое держатели проводов ED44-P10. Вот у меня осталась пачка от другого шкафа. То, что я делал в больших шкафах, то, что я всегда делаю в голых ВР и EDF рамах, я могу теперь делать и здесь. Все провода будут укладываться на свои места. Также, что очень хорошо, у нас, ну, как вы понимаете, 20 мм между профилями для того, чтобы под ними тоже можно было проложить провода, если вам это понадобится. Осталось все то же самое, что было в АТшках. Есть свободное место здесь для прокладки проводов. Правда, есть один момент, что вот они у вас здесь зашли, а как их сюда-то перетаскивать? Ну, получается, что придется их вот здесь как-то под профилем подпихивать, либо обводить вот здесь. Это надо будет обдумать и обсудить. Но, блин, я думаю, что я буду большую часть этих щитов собирать на клеммах, исключая самые простые. Далее, значит, рама у нас съемная. И следующее, к чему мы хотим перейти, это к монтажу слаботочки. Как я вам уже говорил, отсек для слаботочки я немножко перебрал. У меня штатно здесь стояло больше вот этих вот монтажных панелей для слаботочки и стояла еще один рейка. Вот здесь вот в самом верху. Я это все убрал, потому что мне нужно освободить место под мощный жирный бесперебойник. Я вам потом покажу этот щит уже собранным. Динрейка предполагает то, что вы поставите либо обычные динрейечные розетки сюда для питания вашего оборудования, либо кейстоновские вставки на динрейку для подвода витой пары. Например, у меня был один из постов, была ссылка, вот я использую гиперлайновские держатели кейстоновских модулей на динрейку. Удобная штука. Прям как хорошо, что вот один щит не сданный, рядом стоит и можно его показать. Вот. Сами монтажные панели крепятся на винтах. Таким образом, что их можно выдвинуть на винты, снять. Тоже макрофотография будет легко. И можно их ставить любой стороной. Вот эти отверстия предназначены либо для крепления держателей, которые, кстати, идут в комплекте со щитом, те же самые ED44P10, либо для крепления вот таких вот пластмассовых защелок, которые сюда вщелкиваются и позволяют закрепить какое-нибудь активное оборудование. Сейчас я попробую вам одной рукой это продемонстрировать. Значит, вот у меня есть подарок от заказчика, от одного, чтобы Wi-Fi у меня был. И мы сейчас его попробуем закрепить. Я сам это делаю впервые, но до этого я немножко до съемки видео потренировался. Значит, у нас есть вот такая защелка. У нее есть вот этот паз, который не дает ей вырваться в ту сторону, в которую ее будут тянуть специальной резиночкой. Поэтому мы сейчас защелкиваем ее сначала вот этим пазом. Да, видно, наверное, будет плохо, но на фотографиях лучше. И вот так вот делаем. Все. Дальше у нас есть вот такая вот резиновая штучка, которой можно все это дело просто взять и зацепить. Например, вот так вот жестко. Все. Рассчитывается на то, что вы не будете выдумывать какие-то винты, которые сюда нужно вкручивать, хотя они в комплекте тоже идут. Я им все достал. Есть вот такие винты для крепления чего-нибудь вот в эти отверстия монтажных панелей. Рассчитывается на то, что вы просто ваш роутер вот так вот сильно притянете. Если вам мало одной резиночки, вам дадут две резиночки. Либо чтобы вы притянули роутер отдельно и свитч отдельно. Можно сюда поставить ED44-й держателя и сделать себе место для прокладки проводов. Но, и как я говорил, вот эти панели сами их можно ставить так, как вам удобно. То есть, если, например, вам нужно закрепить что-то наоборот в этой плоскости, то вы можете поставить панель так, чтобы у вас сюда встала одна защелка, туда встала другая защелка. Либо же наоборот, если у вас что-то короткое, вы можете повернуть эту панель вот так. Сами панельки мне очень нравятся. Я сначала думал и ругался насчет того, что какого фига они не выпускают одну целиковую панель, а теперь я понял саму фишку. То, что здесь я могу освободить себе место, сейчас это так все уберу, освободить себе место и поставить сюда какое-то негабаритное оборудование. Сейчас я вам это в черновике продемонстрирую. Вот это наш небольшой прикол с заказчиком. Заказчик веселый и он сказал все. Я тебе пришлю с курьером ОПСник. Правда, никакой Яндекс.Го не хотела почему-то его везти. Наверное, думала, что везут какую-нибудь бомбу или ядерный реактор. И только с четвертой попытки курьером его передали. Значит, заказчик сказал, вот если получится запихать в этот щит еще и ОПСник, ты избавишь меня от кучи проблем. Ну так вот у меня получилось. Значит, в данном случае это АПЦ БЭК ОПС 1100. Вот тут чуть-чуть его видать. И как раз у нас осталось для слаботочки две панели. Возможно, это, к сожалению, будет мало, но при этом сам ОПСник у нас сюда лег. Значит, как я его закрепил? Оказалось, что он ровнехонько встал между нашими EDF профилями. А для того, чтобы он не падал вниз, я закрепил сюда кусочек алюминиевого профиля своего собственного. Это не какая-то АПБшная разработка. Задача этого профиля не дать ОПС упасть вниз на выводы кабелей и розетки. И попутно создавать, не давать разъезжаться вот этим профилям. То есть это аналог поперечного элемента для VR-рам. Значит, дополнительно я заказчику дам рулон липучки и вот так вот его зафиксирую, чтобы ОПС не вывалился вот сюда. Хотя сидит он достаточно проще. То, что меня волнует в данном щите, но я знаю, что у него небольшая квартира, и здесь у нас всего-то 48 модулей под силовую часть. То, что меня волнует, это то, хватит ли места под его активное оборудование. Но я очень надеюсь, что хватит, потому что не хотелось бы нам рушить вот такую всю идею. Про это мы с ним не оговаривали, но будем надеяться, что все будет хорошо. Итак, все, следующее включение с моей лаборатории будет уже в собранном щите. Итак, вот что у меня получилось. Значит, все, вот у нас щит готов. Я смонтировал тот самый, все, роутер, смонтировал ОПСник, положил документацию. Все, документация у нас теперь клево переплетается. Все красиво. Есть визиточки, цепирайты и все такое. Так, что есть? Все, вот она наша дверь с радиопрозрачной вставкой. Вот бесперебойник, который закреплен дополнительно липучкой, лентой из липучки. Вот он опирается на монтажную планку, на всякий случай, чтобы он вниз не упал. И вот все наше чудо, исключая, правда, сетевой провод, который здесь торчит, все отлично закрывается дверью. Ну, можно попробовать с проводом закрыть. Вот такой вот щит вышел. Оп, открываем назад и смотрим. Ну, все, тут на самом деле все просто. Вот у нас часть слаботочки, вот бесперебойник заказчика, который он просил поставить. Вот у нас силовая часть, квартира простая, там часть проводки оставлена от застройщика. Вот поэтому свет, коридор, комнаты, 1, 2, 3, 4, вот такая линия у них получилась. Все, рубильник, который тупо все отключает, новотековская РН-263 релюшка для защиты от аварийного напряжения, немножко узошек, немножко автоматов. Вот на этом, я думаю, что можно закончить. И в конце видео небольшой экстра-контент, как сейчас модно говорить. Приобрел я себе на Алиэкспрессе малюсенький тихоходный безмасляный компрессор. Он очень слабенький, ну, как слабенький, 20-23 литра в минуту. Вот его модель. Их куча. Я нашел его за 5,5 тысяч с доставкой из России и пока сейчас не до конца смонтировал, потому что штатная резьба всех переходников и шлангов, которые я купил, это 1,4 дюйма, а здесь резьба 1,8. Вот я заказал сюда переходничек с одной восьмой на 1,4, и я его дальше запущу в работу. А купил я его, потому что он очень тихоходный, и мне хотелось иметь небольшой, маленький компрессор, для того, чтобы сдувать пылищи щитов. Потому что, ну, хотя на видео вы и не увидите. В общем, бывает такое, что щит стоит долгое время. Вот, например, щит. Для него нужно написать программу, но тут мы отвлекаемся на другой щит, отвлекаемся на тот щит, про который я рассказывал в видео, и в конце концов нам нужно все это дело сдуть. Мне надоело покупать все эти чертовы баллончики сжатого воздуха, и я купил тихоходный компрессор. Работает он тихо, не громче, чем стиралка на отжиме. Сейчас, возможно, это будет шумно, но это за счет того, что фотик мой снимает звук, подстраиваясь всегда под максимальную громкость. Давит этот компрессор до 4 бар. Вот здесь стоит реле давления, в котором как раз и написано, что он включается при 3 барах, выключается при 4 барах. Значит, есть клапан аварийный до 6 бар, есть небольшой такой, что-то типа фильтра воздуха, и вот я пальцем зажимаю, и пока мы с вами болтаем, эти секунды он качает уже 2 бара. Единственное неудобство этого компрессора, возможно, для меня это то, что у него объем ресивера всего 3 литра. Но такие ресиверы тоже продаются отдельно, поэтому я думаю собрать из него такую ядерную батарею из 4 цилиндров. Раз, два, три, четыре. Собрать из алюминиевого уголка некую раму и добавить сюда еще 2 ресивера до 9 литров. Но это в будущем, пока я жду переходника, чтобы всем этим можно было пользоваться и оценить вообще, что получится.